Глава двадцать восьмая По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите». Вот я сказал вам. И выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, Иссея и Иисус встретил их и сказал, «Радуйтесь». И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус, «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Когда же они шли, то некоторые из стражей, войдя в город, объявили перед священником о всем бывшем. Иссеи, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам. И сказали, «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятности избавим». Они, взяв деньги, поступили, как научены были. И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. Одиннадцать же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И се, Я с вами во все дни до скончания века». Аминь.